уважаемые скорпионы всем доброго времени суток вы на канале око таро и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю 14 по 20 августа включительно что вас ждет на этой неделе что мы просматриваем основные характеристики этого периода все что связано и с вашей личной жизнью и с бытом рассматриваем профессиональную сферу карьеру возможные доходы расходы кредитной линии внешний мир в отношении вас любая информация которой вам нужно знать скрытые факторы что в них позитив или негатив подведем итоги этой недели посмотрим какими для вас будут выходные также в раскладе будет карта форс-мажора или карта дополнительного совета сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания это карта который я достану самые последние ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании колода сейчас настраивается на вас напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр вы можете делать также и по асценденту и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно но таким образом у вас все таки будет больше информации для анализа тем более что два знака могут друг друга дополнять колода готова кому нужно больше времени нажимаете на паузу а я приступаю к выкладке и так ваша первая карта уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я вижу что на момент просмотра многие из вас ведут очень активный образ жизни вы показаны как люди очень амбициозные вы лидеры по натуре вы всегда стремитесь к тому чтобы чем-то управлять и прежде всего для вас важно управлять своей жизнью а не чтобы кто-то управлял вами вы показаны по жизни как люди победители люди которые привыкли добиваться многого своим упорством и своей настойчивостью многие из вас способны зарабатывать и зарабатывать неплохо но то что касается конкретно этого периода все-таки я вижу некоторые сложности расклад начинается с пятерки монет и эта карта говорит о том что либо вас ждут в начале периода какие-то большие расходы либо это неожиданные расходы либо может быть расходы превышают доходы поэтому основное внимание все-таки нужно обращать именно на рабочую на профессиональную сферу для тех кто без работы конечно эта карта говорит о многом она говорит о том что вам крайне тяжело вам сложно может быть даже появляется какое-то разочарование в жизни или в людях когда вы злитесь и на жизнь и на судьбу но у вас ни в коем случае не должны опускаться руки потому что в целом по раскладу я вижу очень много сильных карт которые говорят о том что да сейчас может быть не самый лучший в жизни период но возможны перемены и возможные изменения если вы сами к себе эти изменения будете притягивать если вы что-то будете пытаться поменять а не депрессировать а вторая карта девятки мечей которая выполнена входящие события также показывает нервозность депрессивность разочарование в чем-то и самоизбечевание когда вы сами себя в чем-то вините в особенности когда наступает темное время суток вечер или ночь это какие-то беспокойство в душе это тревоги вы постоянно в своей голове что-то культивируете что-то из прошлого что-то негативное и сложное карта может затрагивать и родовые проблемы и семейные сложности но по факту по раскладу я не вижу ни в чем вашей вины если что-то в вашей жизни и пошло не так то таков был ход судьбы но это не ваши ошибки или не ваши неправильные действия конечно общий запас энергии даже по первой карте оставляет желать лучшего карта может показывать пробои в энергетике немножечко подорванное здоровье даже если меня смотрят люди достаточно молодые и здоровые все равно стоит обратить внимание на свое собственное состояние в особенности эмоциональное потому что я вижу что вы можете даже порой впадать в депрессии и довольно таки сильно из-за чего-то вы страдаете и переживаете если меня смотрят те люди у которых есть хронические заболевания то первая карта может говорить о обострении или о том что нужно лечение но на все это нужные деньги а денег может катастрофически не хватать это при всей вашей успешности судя потому что я вижу по двум первым картам какие-то важные дела решать с начала недели не стоит в начале недели вам стоит все-таки поработать со своим эмоциональным состоянием успокоиться взять свои эмоции под контроль и начинать понемногу действовать я вижу что уже середины недели примерно среда четверг уже будут происходить какие-то изменения положительного характера почему потому что вижу что появляется больше оптимизма больше уверенности больше возможностей и вы начинаете из вот этих состояний выходить в центр расклада выпала карта короля монет поэтому если меня смотрят мужчины очень многое в этом периоде будет зависеть от вас самого от вашей практичности от вашей деловой хватки от вашего умения что-то просчитать притом не только в работе но и в любых других делах и договоренностях показано что вы люди очень прагматичные расчетливые и знающие чего вы хотите от жизни если меня смотрят женщины скорпионы то большое влияние на вашу жизнь может иметь мужчина земной стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно возможно это мужчина с которым вы будете связаны работой финансами или еще какими либо рабочими вопросами но от мужчины реально может быть помощь или поддержка так как эта карта материальная она показывает все-таки финансовый денежный приход возможность заработать и если в начале недели я видела какие-то потери разочарования потери могли быть в прошлом это просто проекция ваших мысли на начало этого периода но центральная карта говорит о том что восстанавливаться финансово вы все-таки будете тем не менее в дом ваших денег выпала карта пожар мечей это говорит о том что у вас чем-то как будто бы не хватает информации или из-за денег вы постоянно нервничаете или из-за каких-то договоренностей нервничаете но в целом я вижу что ваш расклад выпало сразу несколько девяток в малом кресте вашей судьбы сразу две девятки это девятка монет и девятка чаш две позитивные девятки говорят о получении какой-то либо прибыли либо радостной информации в конечном итоге вы чему-то действительно сможете порадоваться и смотрите как интересно третья девятка да это девятка мечей которая выпала на входящие события то есть по факту мы видим три девятки но в позитиве карты говорят о каких-то переменах достижениях и получении чего-то в руки конкретного возможно это что из-за денег или из-за работы у вас кем-то могут быть натянутые отношения или какое-то недоверие или вы кого-то проверяете или кто-то к вам относится с недоверием или вас чем-то пытается проверить тут есть еще и зависть работаете вы не работаете есть у вас деньги или у вас слабо с финансами все равно я вижу что вам постоянно кто-то завидует на внешний мир для вас выпала семерка жезлов эта карта говорит о том что вокруг вас очень много людей как крысы которые могут думать исключительно о своих интересах и пытаются что-то урвать рядышком с вами эта карта может говорить о том что вы какую-то крысу рядышком с собой либо выявите либо вы поймете откуда исходит негатив и по этой карте явно вы кому-то молчать не будете если кто-то даже пойдет против вас или будет идти к вам с какими-то претензиями эта карта говорит о том что вы должны суметь за себя постоять ваши позиции гораздо выше тех людей которые идут к вам с какими-то проблемами или претензиями в вашем окружении также могут быть уже друзья или уже подруги поэтому присмотритесь к своему ближайшему окружению скорее всего у вас даже были ранее какие-то расходы или финансовые потери из-за других людей или из-за неправильных действий других людей хотя по факту у вас могло бы быть больше или лучше по финансам возможностей но вы способны ситуацию исправить те у кого есть основная работа вы не к удержите основные позиции в работе вы сможете также что-то и улучшить и карта короля монет и девятка монет предвещают очень хорошие деньги очень хороший доход и впоследствии вы себе даже что-то сможете позволить сможете чему-то порадоваться купить или какие-то обновки для себя или для близких людей или для дома или отдохнуть по желанию отдыхать вы также будете у вас и на это будет время потому что я вижу что на завершение этой недели вы что-то для себя будете планировать по раскладу я вижу что вам нельзя верить своим глазам и своим ушам то есть любую информацию проверяйте очень много людей почему потому что по этим картам вас кто-то может водить в заблуждение или кто-то сознательно пытается вас вывести из нормального состояния те у кого есть долги или кредиты все-таки есть сложности с отдачей и карта пажа мечей показывает напряжение возможно даже при наличии денег либо вы не спешите деньги отдавать и по поводу собственных долгов у вас еще будут какие-то размышления и сомнения как будто бы вы не знаете как лучше поступить но если обговаривать новые кредитные линии то до ближайших двух месяцев старайтесь новые кредитные линии не оформлять также если у вас есть собственные должники я вижу что крайне сложно вернуть собственные деньги и скорее всего те люди которые вам должны мало того что они на вас взлятся скорее всего и отдавать не собираются или вас еще в чем-то могут и обвинять если вы кому-то должны то папажу мечей вам об этом могут напоминать давайте теперь возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто при работе и тех кто пока не работают что дополнительно вам нужно знать те кто при работе для вас выпала карта четверки жезлов карта стабильная она лишний раз подтверждает стабильность работе но она показывает и заслуженный отдых возможно кто-то еще не был в отпуске или у вас появится желание взять больше отгулов или выходных вы это для себя совершенно заслужили поэтому если вы отдохнете ваша работа от этого никак не пострадает великолепная карта для семейного бизнеса потому что тут вы четко будете ощущать чью-то поддержку и это хороший результат благодаря усилиям ни одного человека людей которые стараются и возьмем для вас карту на совет на свет для вас выпала карта рыцаря жезлов карта может показывать любую активность в особенности если меня смотрят мужчины в этом периоде вы должны проявлять свои огненные качества свой темперамент свою настойчивость вы должны уметь что-то инициировать вы должны уметь с кем-то договариваться вы должны быть как заводчик в любых вопросах и вот эта карта может показывать срочность решения каких-то вопросов вы запросто можете вносить в работу какие-то новые идеи что-то корректировать или кого-то в чем-то заинтересовать потому что ваши идеи также кому-то могут быть интересны если говорить о женщинах то здесь также в рабочей сфере для вас что-то может решаться с помощью скорее всего не одного мужского лица потому что мы видели короля монет а здесь мы видим рыцаря жезлов мужчина немножечко помоложе но от этого человека также что-то зависит со вторым человеком может быть вы даже не обязательно работой связаны может быть это еще какие-то дела может быть у кого-то из дополнительная подработка но карта очень хорошая она может также показывать срочные дороги срочные командировки для кого-то из вас которые также могут обсуждаться но теперь давайте посмотрим что нужно знать всем скорпионам которые в этот период вошли не работая для вас выпла карта старшего аркана луны конечно эта карта сомнений нестабильности огромных переживаний вашего очень сложного внутреннего психологического состояния вы как будто бы не знаете чего вам ждать завтра послезавтра и вообще смута возле вас и обиды на кого-то карта затрагивает родовые семейные сложности потому что вы из-за чего-то глубоко страдаете не только из-за работы а вообще может быть в личной жизни что-то не складывается если это родители старшее поколение то это могут быть непростые отношения с родителями и вы постоянно на себе ощущаете чита манипуляции вы от этого устали вы устали от какой-то лжи от какой-то неясности интуитивно вы понимаете что нужно что-то менять но вам мешают ваши страхи хотя интуиция у вас очень сильно развита возьмем для вас еще одну карту на совет на совет для вас выпала карта старшего аркана башни эта карта разрушений но так как она для вас выпала на совет она говорит о том что возможно вам нужно разрушить что-то то что мешает вам двигаться вперед даже если это родные и близкие люди которые пытаются плести из вас веревки возможно вам кого-то нужно поставить на место начинать двигаться вперед и искать какие-то варианты в жизни для того чтобы что-то действительно менять для всех активных карты предвещают возможности даже если вы на пенсии но теперь давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар информация для тех кто в отношениях для вас выпала карта туза монет и карта девятки монет две материальные карты выпали в ваш дом это говорит о том что ваш дом будут поступать немалые деньги благодаря усилиям двух партнеров я вижу что и вы способны зарабатывать и ваша вторая половинка способна зарабатывать вы оба можете дома что-то делать что-то покупать приобретать расширять все в ваших руках и все зависит лично от вас чтобы вы не запланировали ваша вторая половина во многом вас готова будет поддержать вас двоих очень сильно связывает быт может быть какие-то имущественные вопросы денежные вопросы и все это вы постоянно обсуждаете друг с другом вообще я вижу что вы для своего партнера как огромная удача или ваш партнер вас видит как человека удачливого успешного почему-то я вижу что при внешнем спокойствие в подсознании вашего партнера не всегда спокойствие ощущение того что ваш партнер постоянно ожидает каких-то нападок от вас что вот-вот вы начнете предъявлять какие-то претензии что-то высказывать или проявлять чем-то недовольство но расклад вас призывает к тому чтобы вы с вашим партнером все таки не конфликтовали почему потому что вы сейчас друг другу очень сильно нужны и вы очень друг с другом связаны я вижу что вам хватает нервов вне дома во внешней мере поэтому дома старайтесь создавать комфорт уют и сделать так чтобы было хорошо и спокойно ну а теперь перейдем к нашим свободным скорпионам и посмотрим что у вас для свободных скорпионов выпала шестерка жезлов победоносная карта шестерка монет еще одна успешная карта и девятка жезлов явно кто-то будет злиться каким-то вашим успехом мы здесь видим буквально обозленного волка рычащего волка но может быть вы на кого то очень сильно обозлитесь если кто-то вдруг станет на вашем пути потому что эта карта предполагает то что кто-то вам в чем-то пытается или мешать или от кого-то исходит какой-то негатив или какая-то претензия тут я прям вижу оскал огромную злобу хотя вы стараетесь очень старайтесь свои чувства и эмоции контролировать и вы достаточно благородный человек вы не делаете кому-то плохо до тех пор пока вам кто-то не перейдет дорогу но если вам кто-то перейдет дорогу то этим людям наверное мало не покажется судя потому что я по картам вижу вообще эта карта может просто показывать какие-то старые проблемы из прошлого которые дают о себе знать которые нужно будет решать но возможности что-то решить у вас будут потому что рядышком две успешные карты вы явно чем-то будете довольны эти карты показывают ваш собственный триумф и успех прежде всего в тех кругах которых вы находитесь профессионально в деловой сфере это огромное уважение это может быть целая армия поклонников или людей которые вами восхищаются или людей которые вас чем-то возносят и это те люди на которых вы чем-то можете рассчитывать но вот эта карта может показывать и озлобленных завистников если говорить о вашей личной жизни то ваша личная жизнь исключительно в ваших руках я вижу что вы сексуальны красивы умны и в то же время очень практичны вы не сможете находиться рядом со слабовольным человеком или человеком который в чем-то слабее вас вам нужно достаточно сильная личность рядом если вы на сегодняшний день в отношениях явно ваши отношения будут развиваться и этого хотят оба партнера но вот эта карта может показывать счета недовольства в отношении вашей связи и кто-то может вам создавать препятствия в личной жизни в том числе но вы готовы будете за свое счастье бороться и лишний раз повторюсь что если кто-то станет на вашем пути вы просто этих людей будете со своей дороги убирать но теперь давайте посмотрим что о скрытых факторах вскрытые факторы выпала десятка жезлов карта верховной жрицы старший аркан и шестерка мечей в общем-то карты хорошие но напряженные они говорят о том что во многих вопросах во многих сферах жизни и на этой неделе и в начале последующей вам удается многое решить или многое сделать но это масса задач которые вы решаете одновременно огромная гипер ответственность которая есть на ваших плечах потому что вы еще за кого-то рядышком ответственны по верховной жрицы явно меня могут смотреть женщины со способностями возможно женщины практики тарологи астрологи психологи врачи но это может быть и любая профессия в которой вы талантливы и в которой вы еще способны будете развиваться потому что по этой карте в каком бы вы ни были возрасте вы себя способны развивать и открывать снова и снова я вижу что вы будете пытаться восстанавливаться после может быть каких-то нагрузок вам понадобится временная передышка хотя бы какая-то небольшая пауза для того чтобы собраться с мыслями и понимать как вам действовать дальше минуты покоя или уединения вам также пойдут на пользу потому что здесь я вижу очень много общения также карта верховной жрицы может говорить о том что на вашу жизнь очень сильно может влиять женщина старшая в роду это может быть мать бабушка тетя сестра но это может быть и любая важная особа из внешнего мира которая в чем-то для вас можете являться учительницы наставницы или проводником я вижу что вы со многими людьми выдерживаете субординацию то есть кого-то близко не впускаете в свое приватное пространство и правильно делаете эта карта может говорить о том что по каким-то вопросам могут возникать сомнения или двойственность или неясность вы как будто бы чего-то будете выжидать но потом снова будет активность и действие то есть появляется уверенность какие-то сомнения уходят и здесь я вижу движение вперед карта может показывать и любого рода дороги важные поездки как на близкие так и на дальние расстояния в особенности для женщин во многом если меня смотрят мужчины несмотря на то что вы способны сами свою жизнь контролировать что-то также будет зависеть и от женщины по верховной жрице может быть кто-то будет обращаться кому-то за консультациями для того чтобы что-то прояснить в своей жизни или вы сами пытаетесь что-то изучать или интересуетесь магией мистикой мантикой философии в том числе ну а теперь посмотрим чем для вас эта неделя завершится на завершение этого периода выпала девятка чаш карта большой радости она говорит о том что может сбыться какое-то ваше желание вы можете оказаться в какой-то приятной компании вас могут позвать в гости или вы сами организуете какой-то праздник даже если вы захотите остаться дома вам будет хорошо и комфортно вы сможете отоспаться изначально никуда не спешить никуда не торопиться и хотя бы на время забыть о тех проблемах которые существуют ну а теперь давайте посмотрим на карту основного совета или на карту форс-мажора на форс-мажор выпла карта судьбы в этой колоде есть две дополнительные карты и одна из них карта судьбы то есть эта карта предполагает то что в ближайшее время в вашей жизни могут происходить события на которые вам очень сложно будет влиять но в то же время по этой карте вам будут помогать сами высшие силы или карта может говорить о том что в ближайшее время могут происходить какие-то очень судьбоносные изменения может быть кто-то по карте судьбы попытается заглянуть в будущее под завесу тайны это как получение какой-то информации извне от людей в чем-то следующих ну а теперь давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпало десятка монет одна из лучших материальных карт в колоде посмотрите какая светлая красивая карта конечно же она показывает не только вашу радость на говорит о том что вашу радость вы еще с кем-то разделите и скорее всего по вашему вопросу есть еще один человек или люди которые вас будут поддерживать потому что у этих людей те же интересы или те же цели что и у вас или у конкретного человека эта карта может также показывать очень сильный эзотерический рост для тех кто занимается эзотерикой мистикой мантикой философией вас интересуют какие-то секреты вселенной все это вы для себя по этой карте сможете познавать помимо того вопроса который вы задали в чем-то может быть еще дополнительное развитие карта может предполагать это что в отношении вашего вопроса возможно понадобятся деньги но нужная сумма в ваших руках будет если вопросы касались с работы деловой сферы карта великолепная потому что она показывает прекрасный финансовый результат и возможность еще большего роста в вашем вопросе вы должны проявить не только терпение но и огромную мудрость вам сами высшие силы будут помогать в том вопросе который вы задали уважаемые скорпионы таким для вас был расклад на этот период оставляйте обратные комментарии пишите как расклад с вами проигрался был ли он вам интересен и полезен подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписаны я вам желаю огромной удачи и действительно возможностей и я не прощаюсь сами я вас всех жду на следующей неделе в следующих недельных прогнозах всем до свидания и are в а а а а у у Субтитры создавал DimaTorzok